здравствуйте дорогие рукодельницы меня зовут елена я рада вас приветствовать на своем канале мир рукоделий творчества вязание пряжи сегодня я хочу вам предложить и показать в очередной раз как вяжется узор вот такой замечательный узор он очень универсален и область применения его весьма разнообразные присмотритесь к нему пожалуйста вяжется он довольно таки просто легко и если вы не любите чрезмерно ажурные и дырчатые узоры я думаю в этот узор вас вам пригодится и вы сможете им воспользоваться сахар если сохраните его все у себя в плейлисте и возьмете в копилочку вот таким образом выглядит на просвет и смотрится очень мило я в данном видео уроке буду показывать как вяжется каждый ряд узора и будем читать и учиться читать схемы узора данным узором можно вязать прямыми и обратными рядами также в круговую можете связать палантин шарф топ кофточку которую вы видите на фото жилет жакет снуд шапочку ажурную и также вещи для детей смотрите какой интересный в своем роде это только часть узора вязать мы будем вот по этой схеме схему как всегда вы найдете в конце видео для демонстрации вязание узора я буду вязать из пряжи она 16 сиам состав стопроцентный мерсеризованный хлопок метраж 100 граммах 530 метров такой красивый бирюзовый цвет у пряжи и крючок для вязания у меня будет номер два clover страна производства япония приступаем к вязанию легких нам петелек вязать узор я буду вот по этой схеме для начала вязания набираем цепочку 33 воздушных петельки эти петли у нас пойдут для узора и одна петелька подъема всего получается необходимо набрать для вязания образца 34 воздушных петельки рапорт состоит из 8 петелек всего на схеме указано раз два три четыре рапорта вязать мы с вами будем в первую линию и начало второй линии приступаем к началу вязания набираю цепочку из 34 воздушных петелек это у нас будет нулевой ряд цепочку я связала и приступаем к вязанию первого ряда схема первого ряда читается справа налево одна петелька подъема и во вторую петельку цепочки мы провязываем столбик без накида 1 столбик далее вяжем до конца цепочки у нас должно получиться тридцать три столбика без накида одну петельку цепочки отсчитываем пропускаю ее и во вторую петельку цепочки провязываю первый столбик без накида далее в каждую петельку цепочки я провязываю по одному столбику без накида всего должно получиться тридцать три столбика без накида будем вязать образец узора состоящий из четырех рапортов ширину таким образом вяжем столбики без накида тридцать три столбика должно быть довязала я до конца первый ряд всего у меня получилось тридцать три столбика без накида и приступаем к чтению схемы 2 ряда схему узора читаем слева направо 1 петелька подъема отсчитываем 1 2 3 4 столбика без накида и в 5 столбик без накида вершину провязываем ракушечку ракушечка состоит из 1 2 3 4 5 6 7 из 7 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельки отсчитываем 3 столбика без накида 1 2 3 и в 4 столбик провязываем столбик без накида далее вяжем второй рапорт пропускаем 3 столбика без накида 1 ряда и в 4 столбик вершину провязываем веерочек из 7 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельки и так далее повторяем раппорт начинаем вязать второй ряд для начала мы провязываем одну петельку подъема пропускаем 1 столбик 2 столбик 3 4 и вершину 5 столбика без накида 1 ряда провязываем 7 столбиков с накидом между столбиками по одной воздушной петельки 1 столбик 1 воздушная петелька 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и 7 столбик с одним накидом вот такой веерочек у нас получился все семь столбиков у нас провязаны вершину 5 столбика без накида 1 ряда столбики с общим основанием пропускаем 3 столбика без накида 1 ряда 1 2 3 и в вершину 4 столбика провязываю 1 столбик без накида пропускаю 1 2 3 столбика без накида 1 ряда и вершину 4 провязываю 2 по счету веерочек веерочек состоит из 7 столбиков с одним накидом между столбиками вяжется 1 воздушная петелька 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 2 столбик с одним накидом 2 1 воздушная петелька 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и седьмой столбик с одним накидом 1 воздушная петелька связали 2 веерочка пропускаем 3 столбика без накида 1 ряда 1 2 3 и вершину 4 столбика без накида провязываем 1 столбик без накида пропускаем 1 2 3 столбика без накида и в четвертый столбик провязываем веерочек состоящий из семи столбиков с одним накидом между столбиками 1 воздушная петелька 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 3 столбик с 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и 7 столбик с одним накидом всего связано уже три раппорта 3 и ручка пропускаем 3 столбика без накида 1 2 3 и вершину 4 столбика провязываем 1 столбик без накида пропускаю 1 2 3 столбика без накида и вершину 4 столбика провязываем завершающий веерочек крайний 4 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и проверяем 7 столбик с одним накидом должно быть 7 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельки и заканчиваем ряд мы получается в четвертую вершину 4 столбика без накида привязываем 1 столбик без накида связали до конца второй ряд схему 3 ряда схемы читается справа налево 3 петельки подъема между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываем 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьем и четвертым столбиком с одним накидом 2 ряда провязываем еще один второй столбик без накида 3 воздушных петельки между четвертым и пятым столбиком с одним накидом провязываем 1 столбик без накида между получается 5 и 6 провязываем столбик без накида 1 воздушная петелька и таким же образом вяжем третий ряд 2 2 раппорт 3 ряда 3 петельки подъема 1 2 3 разворачиваем вязание и между вторым и третьим столбиком с одним накидом 2 ряда провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю 1 столбик с одним накидом и провязываю между 4 и 3 еще один столбик без накида 3 воздушных петельки пропускаю столбик и в следующий провязываю 1 столбик без накида это получается я провязала между 4 и 5 столбиком 1 воздушная петелька между пятыми шестым провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю первый столбик 2 пропускаю и между вторым и третьим я провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым столбиком провязываю 1 столбик без накида 1 2 3 воздушных петельки следующий столбик следующий пропускаю получается между четвертым и пятым столбиком с одним накидом провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым столбиком провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю первый и второй столбик между вторым и третьим провязала 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым провязала второй столбик без накида 3 воздушных петельки между четвертым и пятым столбиком провязала 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым столбиком провязала 1 столбик без накида 1 воздушная петелька переходим на четвертую ракушечку пропускаем первых два столбика с одним накидом и между вторым и третьим провязала 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым столбиком провязала 1 столбик без накида 3 воздушных петельки пропускаю столбик провязываю один столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым столбиком провязываю 1 столбик без накида и заканчиваем вязанием здесь уже одну воздушную петельку не вяжем а сразу же вяжем вершину столбика без накида 1 столбик с накидом давайте еще раз покажу то есть вот закончили мы столбиком без накида его мы провязали между пятым и шестым и сразу же я вижу один столбик с одним накидом вершину столбика без накида все довязали до конца третий ряд читаю схему 4 ряда 1 воздушная петелька подъема вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик без накида в арочку цепочки из трех петелек мы вяжем ракушечку из 7 столбиков с одним накидом между столбиками 1 воздушная петелька между ракушечками там где у нас была связана 1 воздушная петелька в эту воздушную петельку провязываем 1 столбик без накида и приступаем уже вязание 2 раппорта вязанию это повторение ракушечки из 1 раппорта давайте приступим к вязанию 4 ряда по схеме 1 воздушная петелька подъема разворачиваем вязание и в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида на крючок делаю 1 накид и парочку цепочки из трех петелек провязываем ракушечку ракушечка у нас состоит из 7 столбиков с одним накидом между столбиками по 1 воздушной петельки 1 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 7 столбик с накидом связали веерочек между веерочками там где у нас была провязана воздушная петелька я провязываю 1 столбик без накида вы можете вязать в основании петельки вот таким образом вот так вот можно связать я люблю вязать быстро и просто я за захватываю прокалываю крючок за петельку снизу вывожу рабочую нить снизу вверх и через две петельки протягиваю нить и меня получается одна петелька на крючке таким образом я буду вязать столбики без накида далее в вершину арочки из трех петелек воздушных провязываю вторую ракушку по счету ракушечку мы вяжем 7 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельки первый столбик с одним накидом 1 воздушная петелька второй столбик с одним накидом 1 воздушная петелька третий столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и 7 столбик с одним накидом провязали 2 веерочка между веерочками провязываем столбик без накида там где у нас была связана одна воздушная петелька в арочку цепочки из трех петель провязываем 3 по счету веерочек из 7 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельки первый столбик с одним накидом 1 воздушная петелька второй столбик с 1 воздушная петелька 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и 7 столбик с одним накидом проверяем 1 2 3 4 5 6 7 все правильно цепочку из одной воздушной петельки провязываем 1 столбик без накида в арочку цепочки из 3 петелек провязываем четвертую четвертый веерочек состоящий из 7 столбиков с одним накидом между столбиками 1 воздушная петелька первый столбик с одним накидом 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька третий столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и седьмой столбик с одним накидом провязали 4 веерочка и заканчиваем вязание 4 ряда в третью петельку подъема провязываем 1 столбик без накида таким образом читаем схему 5 ряда 5 ряд у нас вяжется по аналогии 3 ряда 3 петельки подъема между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываем 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым столбиком провязываем 2 столбик без накида 3 воздушных петельки между четвертым и пятым столбиком с одним накидом провязываем столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым столбиком с одним накидом провязываем столбик без накида 1 воздушная петелька и повторяем вязание по аналогии первого раппорта поднимаемся на следующий ряд на 5 3 петельки подъема провязала и вяжем первый столбик без накида между вторым и третьим 1 2 3 между вторым и третьим провязываем первый столбик без накида 1 воздушная петелька второй столбик без накида провязываем между третьим и четвертым столбиком без накида 3 воздушных петельки пропускаем столбик с накидом и провязываем между 4 и 5 столбиком с одним накидом 4 ряда 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым столбиком провязываем 1 столбик без накида 1 воздушная петелька и повторяем вязание уже 2 раппорта 2 веерочка первых два столбика я пропускаю 1 2 пропускаю и между вторыми третьим провязываем первый столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым провязываем второй столбик без накида 3 воздушных петельки пропускаем столбик и между получается четвертым и пятым провязываем столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым столбиком провязываем второй столбик без накида 1 воздушная петелька и 3 раппорт вяжется точно так же первых два столбика пропускаем между вторым и третьим вяжем 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым вяжется второй столбик без накида 3 воздушных петельки пропускаю столбик и в следующий между получается 1 2 3 4 между четвертым и пятым провязала первый столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым провязываем второй столбик без накида 1 воздушная петелька переходим на 4 раппорт вязанию первых два пропускаем между вторым и третьим вяжем 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым вяжем второй столбик без накида 3 воздушных петельки столбик пропускаем и вяжем 1 столбик без накида 1 1 воздушная петелька далее между пятым и шестым провязываем второй столбик без накида и заканчиваем вязание мы столбик в вершину без накида провязываем 1 столбик с одним накидом читаем схему 6 ряда 6 ряд вяжется по аналогии 4 и 2 ряда схему что слева направо 1 воздушная петелька подъема вершину столбика за одним накидом привязываем 1 столбик без накида парочку цепочки из трех петелек вяжем веерочек состоящий из 7 столбиков с одним накидом между столбиками 1 воздушная петелька между веерочками там где у нас была связана одна воздушная петелька провязываем 1 столбик без накида следующую арочку цепочки из трех петель провязываем уже вторую ракушечку из 7 столбиков с одним накидом между столбиками вяжем по одной воздушной петельки приступаем к вязанию для начала вязания и перехода на следующий ряд провязываем одну петельку подъема разворачиваю вязание и вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик без накида далее приступаем уже к вязанию ракушечки 1 ракушечку мы вяжем в арочку цепочки из трех петелек провязала 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька в эту же арочку цепочки провязала 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька третий столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 7 столбик с одним накидом провязали первый веерочек между веерочками там где у нас была связана одна воздушная петелька провязываем 1 столбик без накида в следующую арочку цепочки провязываем ракушечку из 7 столбиков с одним накидом 1 столбик с 1 накидом 1 воздушная петелька второй столбик с 1 накидом 1 воздушная петелька 3 столбик с 1 накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и 7 столбик с одним накидом провязали веерочек из 7 столбиков с одним накидом между столбиками 1 воздушная петелька все 7 столбиков провязали вершину цепочки из трех петелек вяжем 1 столбик без накида в одну воздушную петельку между веерочками 3 раппорт вяжем веерочек из 7 столбиков с одним накидом уже в арочку цепочки из трех петелек 1 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 7 столбик с одним накидом это 3 верочек по счету 3 раппорт в вершину цепочки из одной петельки провязываем 1 столбик без накида парочку из цепочки из трех петелек провязываем 4 верующих по счету 4 раппорт 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 6 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и 7 столбик с одним накидом заканчиваем ряд третью петельку подъема провязываю 1 столбик без накида давайте еще раз покажу здесь вот есть третья петелька и вот нее я провязываю 1 столбик без накида 3 петелька подъема так вот таким образом выглядит узор связали мы с вами уже 6 рядов и приступаем к вязанию 7 рядом 7 ряд вяжем по аналогии 5 и 3 ряда схему читаем справа налево 3 петельки подъема и между вторым и третьим столбиком с одним накидом вяжем 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым столбиком с одним накидом вяжем второй столбик без накида 1 воздушная петелька между четвертым и пятым столбиком с одним накидом вяжем столбик без накида и между пятым и шестым вяжем столбик без накида единственно здесь отличительную особенность вязание 7 ряда если в третьем ряду и в пятом ряду мы вяжем цепочку из 3 воздушных петелек то в седьмом ряду здесь уже не три петельки воздушных 1 так как далее уже меняется узор и не будет веерочков с поближе сделаю вам отличается только вот этим элементом и а количество петелек приступаем к вязанию 7 ряд по счету если мы вяжем вязать по схеме 3 петельки подъема для перехода на следующий ряд между вторым и третьим столбиком с одним накидом и провязываем первый столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываем второй столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаем столбик провязываю третий столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю столбик и провязываю еще 4 столбик без накида 4 столбик без накида он вяжется между 5 и 6 столбиком с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаю 1 2 столбика с одним накидом и между вторым и третьим столбиком с накидом привязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю столбик и между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю столбик с одним накидом провязываю 1 столбик без накида 3 по счету 1 воздушная петелька пропускаю столбик и между пятым и шестым столбиком с одним накидом провязываю четвертый столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю 1 2 столбик с одним накидом между вторым и третьим столбиком провязываем столбик без накида 1 воздушная петелька между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю второй столбик без накида 1 воздушная петелька пропускаю столбик с одним накидом провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька переходим к следующей ракушке первых два столбика пропускаем между вторым и третьим столбиком провязываю 1 столбик без накида 1 воздушная петелька между 3 четвертым столбиком с одним накидом провязываю второй столбик без накида 1 воздушная петелька столбик пропускаю провязываю 3 столбик без накида 1 воздушная петелька между пятым и шестым столбиком с одним накидом провязываю четвертый столбик без накида и заканчиваем ряд мы вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом схему 8 ряда вяжем в каждую петельку в каждую вершину столбика без накида и в каждую вот воздушную петельку по одному полустолбику с одним накидом всего должно получиться тридцать три полустолбика с одним накидом приступаем к вязанию 8 ряда 1 воздушная петелька и в каждой в каждую петельку провязываем по одному полустолбику с одним накидом вот таким образом вершину столбика с одним накидом я провязываю первый полустолбик с одним накидом накинула нить на рабочую на крючок ввожу крючок вершину столбика 1 захватываю рабочую нить у меня на крючке получилось 3 петельки 1 2 3 и через 3 петельки я при помощи крючка захватываю 3 петельки провожу рабочую нить у меня соединяем и получилась одна петелька на крючке далее вершину столбика без накида провязываю 2 полустолбик с одним накидом накид на крючок и вот здесь вот у нас была связана 1 воздушная петелька провязываю столбик полустолбик с одним накидом и таким образом мы вяжем в каждую петельку по одному полустолбику с одним накидом всего должно получиться 33 полустолбика с одним накидом полустолбики провязываем в каждую петельку предыдущего ряда 7 и также в каждую петельку воздушную каждую воздушную петельку таким образом вяжем до конца 8 ряда потом обязательно необходимо проверить чтобы было 33 столбика полустолбика с одним накидом довязываю до конца ряда и проверяю вязание чтобы должно у нас в итоге получится от начала и до конца ряда всего должно быть 33 полустолбика с одним накидом читаю схему 9 ряда схему читаем справа налево три петельки подъема и вершину второго столбик полустолбика с одним накидом вяжем столбик с одним накидом если считаем 3 петельки подъема то получается это второй столбик с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаем полустолбик с одним накидом вяжем 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаем попал столбик с одним накидом вяжем четвертый столбик с одним накидом и так далее заканчиваем 9 ряд двумя столбиками с одним накидом всего здесь должно получиться 18 столбиков с одним накидом с учетом трех петелек подъема переходим на следующий ряд 9 при помощи трех петель подъема разворачиваю вязание и вершину 2 полустолбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаю полустолбик с одним накидом и вершину следующего полустолбика провязываю 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаю 1 полустолбик с одним накидом и в следующую вершину провязываю 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаю полустолбик с одним накидом провязываем 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаю полустолбик 1 и через полустолбик провязываю еще один столбик с одним накидом таким образом вяжем до конца ряда я провязала 16 столбиков с одним накидом с учетом 3 петель подъема далее заканчиваем ряд я провязываю вершину перед последнего стола полустолбика с одним накидом 1 столбик с одним накидом и и здесь получается у меня еще один столбик с одним накидом всего должно получиться 18 столбиков с одним накидом таким образом 10 ряд вяжется читается схема получается слева направо 1 петелька воздушная подъема и в каждую вершину столбика с одним накидом и в каждую воздушную петельку провязываем по одному столбику без накида нужно получиться 33 столбика без накида 1 воздушная петелька подъема и в вершину первого столбика с одним накидом провязываю первый столбик без накида вершину второго столбика провязываю второй столбик без накида в цепочку из одной воздушной петельки провязываю третий столбик без накида вершину третьего столбика с одним накидом провязываю 4 столбик без накида и так далее то есть каждый столбик без накида провязываем вершину столбика с одним накидом и парочку цепочки из одной петельки довязываем до конца ряда и у нас должно получиться всего тридцать три столбика без накида это у нас будет 10 ряд если мы вяжем по схеме 11 ряд вяжем по аналогии второго ряда я буду вязать за кадром свяжу еще один рапорт высоту и уже покажу вам образец узора который у меня получился сделаем замеры я узор отпарю подвергну его влажно-тепровать тепловой обработки то есть я сниму замеры до отпаривания вязаного образца и уже после отпаривания и покажу вам каким образом будет смотреться узор в итоговом варианте после обработки тепловой таким образом вот мы довязываем до конца ряда заканчиваю вязание я провязала один столбик вершину столбика с 1 накидом и еще один столбик вершину 3 петельки подъема на этом мы связали 4 рапорта в ширину у нас получилось и один рапорт будем считать связан высоту всего высота рапорта будет у нас составляет раз давайте вот вам по схеме лучше будет понятно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять то есть 10 ряд это у нас идет уже начало второго рапорта где рапорт состоит из девяти рядов высоту и 4 рапорта в ширину вязала я узор всего связано меня 17 рядов сейчас я вам покажу образец узора не обращаю ваше внимание что если обозначить первый рапорт высоту с первого по девятый ряд включительно то в первом рапорте у нас получается задействовано три веерочка высоту второй рапорт если считать его с 10 по 16 ряд включительно задействовано задействовано два веерочка в высоту и уже 3 условно обозначенный рапорт высоту это повторение первого рапорта то здесь вот уже количество веерочков чередуются 323 и снова 2 вы уже можете также сами выбирать количество веерочков либо можете вообще вот вот этот ряд не использовать а просто вязать одними веерочками узор либо чередовать в равном количестве количество веерочков высоту то есть это вы уже сами решаете все на ваших на ваш вкус и усмотрение сейчас я вам хочу показать образец вязаного узора который мы связали с вами по схеме и таким образом он выглядит я вязала 4 веерочка 4 раппорта в ширину всего у меня связано высоту 17 рядов таким образом выглядит узор до отпаривания давайте я вам сделаю замеры ширина вязаного образца из четырех рапортов 33 воздушные петельки 9 сантиметров если быть точной получается 9 давайте посередине я измерю потому что вначале всегда может быть шире образец здесь получается где-то восемь с половиной высота образца тоже восемь с половиной идеально получилось у меня фигура квадрат с 1 по 17 ряд сейчас я от паре образец и сделаю повторно замеры образец я отпарила таким образом он стал выглядеть и давайте сделаем контрольные замеры после отпаривания напомню что до отпаривания ширина образца было восемь с половиной сантиметра в принципе она такая и осталась и высота тоже восемь с половиной сантиметров то есть не изменилась конфигурация образца размеры форма то есть вот таким образом выглядит лицевая сторона изнаночная изнаночная за них одинаково смотрится что с лицевой что с изнаночной здесь нет если и связать прямыми обратными рядами вот такой узор то узор универсальный у него нет ни лицевой не изнаночной стороны он смотрится с обеих сторон одинаково что очень удобно если конечно вы будете данный узор вязать по кругу а у его можно этот узор вязать по кругу там уже конечно будет и лицевая и изнаночная сторона у полотна узор очень универсальный если вы не любите слишком ажурные дырчатые узоры то данный вариант узора вам прекрасно подойдет что можно связать я вам уже говорила в начале видео надеюсь вам мастер-класс понравился и узор вы себе сохраните в копилочку в плейлист и надеюсь он вам когда-нибудь пригодится спасибо всем за просмотр и видео и внимание к мы к моему творчеству к моей деятельности с вами была елена всем пока пока до новых встреч на новых мастер-классах подписывайтесь на канал и не забудьте включить колокольчик иначе вам не придет оповещение о том что у меня на канале появилась очень полезная и интересная информация которую вы можете пропустить до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok также субтитры создавал DimaTorzok новая